Всем привет, меня зовут Дмитрий и это Geekinsight.ru. Сегодняшний обзор будет посвящен представителю линейки компактных и недорогих планшетов от компании Asus. Называется он Asus PhonePad 7 FE375CXG. Для начала пройдемся по техническим характеристикам данного устройства. Как и большинство планшетов именитого тайваньского производителя, наш PhonePad собран на платформе Intel. В качестве центрального процессора используется 4-ядерный Atom Z3530 с тактовой частотой 1330 МГц. Объем оперативной памяти 1 ГБ, встроенной 8, из которых пользователю доступно лишь 3,7 ГБ, а свободного места и того меньше, чуть больше 2. К счастью, есть поддержка карточек объемом памяти до 64 ГБ. За игровую производительность отвечает довольно мощный чип PowerVR G6430. Благодаря ему в продвинутых 3D играх вроде Dead Trigger планшет демонстрирует неплохую производительность. В Antutu версии 5.7.1 наш подопытный набрал 34 тысячи баллов, что является неплохим показателем для бюджетника. Да и вообще, планшет оказался довольно шустрым и отзывчивым. Дисплей, как можно понять из названия планшета, имеет диагональ 7 дюймов и разрешение 1200 на 800 точек. Плотность пикселей 216 ppi. Пиксели с близкого расстояния различимы. Да и в целом используется средненькая во всех отношениях IPS матрица. Светопередача и углы обзора типичны для бюджетных устройств. Никаких чудес в этом плане планшет нам не преподносит. Между поверхностью матрицы и защитным стеклом присутствует воздушная прослойка. Ну а из плюсов я бы отметил присутствие олеофобного покрытия и мультитач, распознающие до 10 нажатий одновременно. Камеры также довольно посредственны, их тут две. Основная с разрешением 2 мегапикселя и фронтальная для видеозвонков с разрешением 0.3 мегапикселя. Как вы уже могли понять из названия, устройство позиционируется компанией Asus как планшет, с которого можно осуществлять звонки. В нем есть два слота под сим-карты и встроенный 3G модуль. Из остальных стандартов беспроводной связи тут есть Bluetooth и Wi-Fi, а также модуль спутниковой навигации, работающий как с GPS, так и с GLONASS спутниками. Емкость встроенного аккумулятора составляет 3950 мАч. По заверениям производителя, планшет способен продержаться на одном заряде батареи 11 часов при обычной загрузке. Внешний планшет выглядит довольно просто, но в то же время не вызывающий отторжения. Корпус сделан из матового немаркового пластика, в нашем случае серого цвета. В продаже можно найти также белые варианты. Вокруг лицевой панели присутствует окантовка из пластмасса, окрашенная в серебряный цвет. Сборка хорошая, скрипов у лифтов в процессе тестирования я не обнаружил. На левой части корпуса расположилась крышка, от которой находятся два слота под микросим-карты и слот под флешку. С правой стороны расположились кнопочные элементы управления. Это кнопка включения и качелька громкости. В целом все стандартно, лишь один момент остался для меня немного непонятным. Инженеры Asus почему-то поменяли местами разъем питания, который по традиции всегда находился в нижней части корпуса, и разъем для наушников, который как правило располагается сверху. Здесь же, как ни странно, все наоборот. Подводя итог, можно сказать, что у Asus получился неплохой планшет. Из минусов я бы отметил малое количество встроенной памяти и довольно средний экран. А к плюсам можно причислить высокий уровень производительности, наличие 3G-модуля и совсем невысокую по нынешним временам стоимость. Итак, с вами был Дмитрий, и в очередной раз напоминаю, что если вам это видео показалось полезным, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Всем большое спасибо за просмотр, до встречи в следующих видео.